Если вам нужно утеплить и отделать лоджию, положить ламинат, устроить подиум в квартире, смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона, установить дверь-купе, произвести другие отделочно-строительные работы, то вы можете сделать заказ по телефону 8903-689-3623. Илья Ильф и Евгений Петров. Чертоза. Читает Геннадий Постригайло. Итальянские жандармы-карабинеры всегда ходят парочками. В треуголках с красным султаном, в белых штанах с золотым голуном, во фраках, на фалдочках которых нашиты серебряные орлы, и в нитяных перчатках, они похожи на прогуливающихся во время большой перемены институток. Не одеждой, конечно, а грациозностью движений, скромностью взглядов и легкостью поступи. Итальянские паттеры и монахи тоже ходят парочками. Паттеры в черных своих сутанах ходят неторопливо, переваливаясь и благодушно поглядывая на мир. Взгляды их говорят. Да, мы знаем, что светская жизнь темна и загадочна, но ничего, мы привыкли. Мы в любой момент готовы наставить на путь истинный каждого желающего. Вот мы идем, смотрите, граждане, мы не боимся мира. Монахи же ходят, как напроказившие коты, под стеночкой. На них богатые из коричневого сукна волосиницы с капюшонами, опоясанные дорогой английской веревкой, черные четки и сандалии на босу волосатую ногу. Движения монахов торопливы, плечи согнуты, они пробираются среди мерного потока автомобилей, как отважные пустынники среди тигров и львов. Потупленные их фигуры говорят. Ну и в переделку же мы попали, куда не посмотришь, везде светская жизнь. То ли дело в нашем глухом монастыре, в наших суровых кельях, где тяжелым трудом мы добываем хлеб наш насущный, который даешь нам днесь. Сгинь, сатана, сгинь! — Скажите, — спросил я знакомого итальянца, — почему монахи и карабинеры всегда ходят парочками? — Карабинеры, — ответил итальянец, — ходят парочками, потому что в одиночку опасно. Одиночек часто колотят. А монахи, ей-богу, не знаю, их у нас пока что не бьют. — Может, они стесняются? — допытывался я. Может, в городе после аскетической монастырской жизни слишком много соблазнов, и монахи боятся, что против соблазнов в одиночку труднее устоять. — Это монахи-то стесняются? Итальянец долго смеялся. Потом, успокоившись, сказал. — Монахи у нас не стесняются. Поезжайте в Чертосский монастырь. Монахов там сейчас нет, они в Испании. Сейчас там музей. Увидите замечательный собор, богатейшие украшения, прелестнейшие фрески и картины. Заодно посмотрите, как жили монахи. — Суровые кельи? — спросил я. — Аскетическое уединение, тяжелый труд. — Поезжайте, посмотрите, — ответил итальянец. — От Милана недалеко, не пожалеете. И я поехал. Допотопный паровичок, такой паровичок лет двадцать тому назад был хорошо известен одесситам. Он отвозил дачников из Одессы на большой фонтан. Со свистом и скрежетом, несоответствовавшим его величине и ширине клеи, выполз из Милана и неторопливо покатил среди зеленых, покрытых пылью садов, среди виноградников и оросительных каналов, созданных еще Леонардо да Винчи и превративших Ломбардию в цветущий сад. Со станции Чертоза, очень похожей на станцию Кунцево или Серпухов, прямая, усаженная деревьями широкая аллея вела к монастырю. Впереди, задрав головы, стояли два тощих англичанина в брюках-гольф, чулках толстой доброкачественной шерсти, с биноклями через плечо и с бедеккерами в руках. В Италии я видел много соборов, музеев и картинных галерей, и возле каждого из этих мест обязательно стояли два англичанина, задрав головы вверх. Они имели вид покупателей, которые на слово не верят. Им надо точно знать, цел ли фундамент, не облупилась ли штукатурка и не протекает ли чего доброго крыша. — Ну как, чертоза? — спросят их домочадцы, когда они вернутся в Туманный Лондон из своего путешествия. — Понравилось? — Ничего, — обстоятельно ответят они. — Понравилось. Фундамент хороший, крепкий, еще тысячу лет выдержат. Но вот водосточные трубы не худо бы отремонтировать, кое-где заржавели. А крыша — ничего, крыша понравилась. — Начнем с собора, — сказал гид. И мы углубились в монастырские дебри. — Сколько монахов здесь жило? — спросил я. — А как вы думаете? — Ну, я не знаю, тысячи две. Гид расхохотался. — Двадцать четыре человека, ни больше, ни меньше. — Позвольте, — воскликнул я. — Но зачем же им такой огромный собор и столько ценной жилищной площади? — А слуги? У двадцати четырех монахов было больше пятидесяти слуг. Они чистили им волосиницы, подавали обед и приводили девочек. — А как же тяжелый труд и аскетический образ жизни? — Да что вы, ребенок, какой там труд? Что же касается аскетического образа жизни, то это другое дело. Монахи были чрезвычайно скромны. Вот, полюбуйтесь. В соборе было двадцать четыре предела, огороженных решетками. В каждом пределе — налой и замечательная по мастерству картина. Каждый монах молился в собственном помещении. На всех картинах, написанных величайшими мастерами эпохи Возрождения, были следы творчества целомудренных хозяев. К голеньким ангелочкам, которыми в изобилии снабжены картины, бездарной рукой у монахов были пририсованы нелепые юбчонки. В конце собора помещался огромный зал с двадцатью четырьмя резными тронами. Здесь монахи устраивали торжественные заседания. Сводчатая дверь вела в первый двор, огороженный креститумом. Перед входом в трапезную были устроены двадцать четыре умывальника, в которых монахи мыли руки перед общим воскресным обедом. Трапезная была увешана картинами издания самих монахов. Как читатель, вероятно, уже догадывается, за столом стояло двадцать четыре стула. Сейчас же закрытым двором шел второй двор. Его величина превосходила всякие ожидания. Двор был величиною примерно Слубянскую площадь. По стенам его были расположены двадцать четыре двухэтажных дома с готическими башенками. Во двор выходили двадцать четыре толстые железные двери. — Кельи, — сказал проводник, любуясь произведенным эффектом. — Как? — пробормотал я. — Суровые кельи отшельников? — Да, они и есть. Войдемте. — Пожалуйста. Здесь столовая, здесь кабинет, наверху спальня, там ванная и ватер-клозет, а вот и дворик. При каждой кельи собственный дворик, колодец и садик. Здесь в уединении монахи и спасались. — Нетрудно же им было спасаться. А где они сейчас? — В Испании. — Померли? — спросил я с сочувствием. — Увы, сеньор, к сожалению, не померли. Скоро они вернутся назад. К их приезду монастырские помещения заново ремонтируются. Тогда музей будет закрыт и доступ туристам воспрещен. Мы осмотрели еще грандиозный пресс для давки винограда и ликерный заводик. Проводник выпил за наше здоровье рюмку ликера и задумчиво сказал. — Вы правы, сеньор. Спасаться для них было плевое дело, в особенности после такого ликера. И я понял, почему монахи, попадая в города, ходят по стеночке и не смотрят на окружающую их жизнь. Эта жизнь настолько скромна и бедна по сравнению с их спокойной, жирной и приятной жизнью, что им просто противно смотреть. ГОСЛАТО Начало почти из Тараса Бульбы — О, иностранец! А ну-ка, повернитесь-ка! — Да, это материал, не то что наш. В Берлине покупали? — Да нет, помилуйте, я в том самом костюме, в котором вы видели меня до отъезда за границу. Москошвеевский костюм. — Рассказывайте. — Да ей-богу, вот и марка на боковом кармане. — Хм, и в самом деле. — Ну, а галстук-то, небось, миланский. — Галстук с Петровки. — Рассказывайте. — Даю честное слово. — А ботинки? — Скороходовские. — Добрый московский знакомый озадачен. Потом смотрит на меня долгим страдальческим взглядом и спрашивает. — А зачем же вы ездили? — На предмет ознакомления с культурной жизнью поименованных стран. Вяло отвечаю я. — Муссолини видели? — Нет. — Рассказывайте. — Честное слово. — Папу видели? — Нет. — Рассказывайте. — Ей-богу, не видел. — Ай-яй-яй, быть в Риме и не видеть папы. Я пожимаю плечами. Дескать, ну, что поделаешь, раз папа такой нелюдимый и из Ватикана не ногой. Верьте, не верьте, но о Муссолини и о папе меня расспрашивали решительно все знакомые. Кончилось с тем, что я начал привирать. Сначала, краснее и путаясь, бормотал, что видел Муссолини мельком. В автомобиле. Но не совсем уверен в том, что это был именно он. Путанно рассказывал о каком-то торжественном богослужении в соборе Петра, на котором, кажется, был папа. Потом окончательно распоясался и заявил, что Муссолини видел три раза. Дважды на параде и один раз совсем близко. Вот так, как сейчас вас. А у папы был на приеме и всех удивил решительным отказом поцеловать у заместителя апостола Петра руку. Ну, теперь расскажите, как вы ездили. Ну, только по порядку. Этого требовали решительно все. Устраивались поудобнее, закуривали и, приготовляясь слушать длинный интересный рассказ, сладко вздыхали. Ну, действуйте, но имейте в виду по порядку, понимаете, все, как садились в поезд, как ехали. Одним словом, ну, вы сами понимаете. Ну, и вот, начинал я спокойным эпическим тоном. Получил это я паспорт, поставили мне визы и сел я в поезд. Поезд, надо вам сказать, отходил в четыре часа десять минут. С белорусско-балтийского вокзала, а сам я живу на Арбате. Поезд хороший, скорый. Прямое сообщение, Москва-столбцы. На этом месте давно уже ерзавший ногами слушатель спрашивал, почем за границей брюкодержатели, или выражал надежду, что в Италии погода, вероятно, не такая подлая, как в Москве. И я от систематического плавного рассказа переходил к быстрым кратким ответам на вопросы. — Макароны ели? — Ел. — Вкусные? — Ничего себе, надоели только. — Смотрите на него, ему итальянские макароны надоели. Кьянти пили? — Пил. — Вкусно. — Ничего себе, надоело только. — Смотрите на него, ему кьянти надоело. В Колизее были? — Был. — Большой? — Большой. — Очень большой. — Очень. — В Везуви видели? — Видел. — Дымился? — Дымился. Тут добрый знакомый задумывался. Потом спрашивал. — Очень? — Что очень? — Дымился. — Ах, дымился? — Да, очень. — На гондолах ездили? — Ездил. — Хорошо. — Хорошо. — Пауза увеличивалась, грозя перейти в долгое томительное молчание. Но слушатель напрягал последние силы и выдавливал, как выдавливают из тюбика остатки зубной пасты, последний вопрос. — Итальянки красивые? — Нет. — Неужели все некрасивые? — Ну, правду сказать, мне не удалось повидать всех итальянок. Может быть, и есть красивые. На этом беседа об Италии обычно заканчивалась, и мы переходили на милое сердцу московские темы. Гастроли театра Кабуки, спартакиаду, дожди и семейные дела сослуживцев. Итак, все ясно. Добрые московские знакомые не умеют выспрашивать, а я не умею рассказать все по порядку, начиная с того момента, когда я сел в поезд и кончая чрезвычайно интересным, полным захватывающих положений, обратным переездом границы. Муссолини — король мелкой буржуазии, царь и бог лавочников, театральных импресарио, футболистов, хозяев велосипедных мастерских, карьеристов-гинекологов, боксеров и бесчисленного количества молодых людей без определенных занятий. Жизнь этих людей сера, как солдатское сукно. Утром кофе-латте, кофе с молоком, вернее, молоко с кофе, светленькая бурда, которую итальянцы, набросав предварительно хлебных кусочков, хлебают ложкой. Потом лавка. С двенадцати до двух Италии не существует. Закрыто все — банки, церкви, музеи, полиция, почта. Обыватель обедает. Ест пасташуту. В это понятие входят и макароны, и вермишель. Слово «паста» означает «тесто». Миланец ест пасташуту по-милански, неаполитанец по-неаполитански и генуэзец, как читатель, вероятно, уже догадался, по-генуэзски. В неаполитанской пасташуте преобладают помидоры, в миланской — мясные крошки, в генуэзской — соус из гадов, спрутов, каракатиц, морских ежей или лягушек. На второе итальянец ест мясо или рыбу. Потом фрукты и сыр. Все это запивается отличным вином. Вино в Италии — самая дешевая вещь. Литр отличного барбера стоит четыре лиры, то есть около сорока копеек. После обеда — лавка. В сумерке — лавка, и вечером — тоже лавка. Но обыватель скуки не чувствует. Его убедили, и убедили самым серьезным образом, что он, итальянский обыватель, никто иной, как древний римлянин, и что французские и немецкие обыватели не стоят его подметки. В соответствии с этим итальянский лавочник старается вести себя так, как по его понятиям вели себя Марк Антони, Вергилий или Петроний в кинофильме итальянской стрипни Квавадис. Здоровается обыватель, вытянув правую руку под углом в сорок пять градусов и повернувшись в профиль. Вывешивает на самом видном месте портрет Муссолини в венке с латинской надписью «Дукс» или в виде Наполеона в треуголке и со скрещенными на груди руками. На лацкане пиджака обыватель носит эмалированный ликторский значок с позолоченными пучком розок и топориком, эмблемою фашизма. Разговаривая о войне с Германией, итальянский обыватель объясняет победу союзников исключительно силою итальянского оружия. При этом он снисходительно добавляет «Французы нам немного помогли, надо же, черт возьми, быть справедливыми». Муссолини сыграл на самой чувствительной и уязвимой струнке нехитрого инструмента, именуемого обывателем над тщеславии. Вообразите себе пожилого, скучного, как кисель, рыхлого человека. Жизнь почти прошла, в висках седина, под глазами мешки. Дети ходят в школу, некрасивая толстоногая жена не вылазит из церкви и аккуратно каждый год рожает по ребенку. Лавка приносит умеренный доход. Дни похожи один на другой, как свечи. А между тем где-то когда-то была совсем-совсем другая жизнь. Звенели мечи, ржали кони, консулы произносили речи, неистовствовал плебс, в город возвращались с войны, увенчанные лаврами легионы Цезаря. Тогда цвела романтика, и колоннады римского форума были жарко освещены солнцем военной славы. И вдруг серая жизнь итальянского обывателя резко изменилась. Появился человек, который сказал «Обыватель, ты вовсе не сер и не туп. Это все выдумали твои исконные враги, англичане, французы, немцы, австрийцы, турки и сербы. Обыватель, ты велик, ты гениален. Ты сидишь в своей ботилерии, тротории или сортории, толстеешь, плодишь себе подобных, и никто даже не подозревает, какой номер в мировом масштабе ты вдруг можешь выкинуть. Обыватель, ты любишь значки. Возьми и в день в лацкан своего пиджака четыре или даже семь значков. Обыватель, ты имеешь возможность записаться сразу в восемь различных фашистских синдикатов. Обыватель, ты сможешь отныне хоронить своего соседа-фруктовщика Сильвио с военной пышностью по древнеримскому церемониалу. Ты сможешь нести впереди похоронной процессии бархатную подушечку, увешанную значками покойного. Кроме того, ты сможешь произнести над могилой речь, начинающуюся словами «Римляне». Сознайся, что до сих пор тебе не приходилось произносить речей. Вот видишь? Человек, сказавший это, был Муссолини. И итальянский обыватель зашевелился. Жизнь обывателя стала интересной и полной. По улицам ходят оркестры, стены покрылись плакатами и трафаретными изображениями Муссолини. Стало много различных праздников, торжественных встреч, юбилеев, проводов, парадов, закладок и открытий. Почти каждая неделя приносит обывателю какую-нибудь новость. Муссолини борется с папой. Уж он-то покажет папе, где раки зимуют. И вдруг полная неожиданность. Стены, колонны и афишные тумбы густо облепливаются портретами папы и лозунгами «Да здравствует папа!» Муссолини помирился с папой и лихорадочно стал его популяризировать. Прошла неделя, и снова новость. Принц Умберто с принцессой нарядились в средневековые костюмы и по сценарию Муссолини участвуют в самом настоящем средневековом турнире в Турине. Через неделю снова афиши. По инициативе Бенитто Муссолини в Веронском амфитеатре пройдут Регалетто и Турандот с участием Лаури Вольпи. Муссолини, ища популярности, не брезгует ничем. Он готов даже отбивать хлеб у прославленного тенора. Авантюра Нобеля, из-за которой газеты учетверили свои тиражи, предприятие чрезвычайно типичное для Муссолини. И обыватель ликует. Снова пышные проводы. Снова речь Муссолини, начинающаяся словами «Римляне». Снова тысячи рук, поднятых под углом в сорок пять градусов. Снова сенсация. Генерал Нобеля в молодости. Генерал Нобеля в кругу семьи. Генерал Нобеля прощается с женой. Генерал Нобеля в черной рубашке. Генерал Нобеля в гондоле Италии. Собачка генерала Нобеля Титина в молодости. Собачка генерала Титина в кругу семьи городского головы города Милана. Собачка Титина прощается с другой собачкой. Титина в черной попоне. Титина в гондоле. Папа вручает генералу Нобеле крест. Муссолини целует Нобеле. Нобеле целует Титину. Титина целует другую собачку. Другая собачка целует городского голову города Милана. И Дживенеца. Дживенеца на Корса Виктора Эммануила. Дживенеца на Корса Венеция. Напьяца дома у замка Сфорцеско. Милан оглушен пошлым шармоночным мотивом фашистского гимна. Мотив Дживенеца страшно напоминает студенческую песенку «От зари до зари лишь зажгут фонари, то студенты толпой собираются». Но вот Нобеле с крестом и собачкой улетел. И началась новая сенсация. В витринах магазинов появились карты с точным указанием полюса и звездочкой в том месте, где отважным генералам сброшен крест. Потом тревога. И, что совершенно невероятно для современной Италии, никакого ликования. Обыватель хватает газету и под бесконечными приказами вождя, напутствиями папы, интервью с Габриэлем Де-Анунсо и предположениями городского головы города Милана, находит где-то внизу на задворках заметочку о продвижении Малыгина и Красина. Обратно пропорционально росту приказов вождя и напутствии папы, уменьшается надежда на спасение. И вот однажды, я хорошо помню этот ослепительный знойный день, из галереи Виктора Эммануила выкатилось слово «бабушкин». В пять минут это слово облетело Милан. В пять минут бабушкин стал популярнейшим человеком Италии. Бабушкин исчез, бабушкин пропадал, бабушкин прилетел, сам прилетел. О, если бы эта популярность выпала бы на долю итальянского летчика! Он оглох бы от звуков дживенецы, ордена не поместились бы на его груди. Он пленял бы от поцелуев вождя, короля, папы и городского головы города Милана. Сто красавиц подарили бы ему сто собачек. Сто американских миллионерш прислали бы ему сто официальных предложений руки, сердца и миллионов. Ему подарили бы сто золотых пучков розок и такое же количество топориков. Руки, поднятые под углом в сорок пять градусов, не опускались бы в течение ста дней. Но бабушкин оказался русским. Русские нам немного помогли. Надо же, черт возьми, быть справедливыми. Я имел честь познакомиться на днях с бабушкиным. Он был в синей военной блузе с одиноким красным орденом. На нем, не говоря уже о топориках и пучках розок, не было ни металлических блях, ни орлов, ни перьев, ни погребальных султанов. Собачки у него тоже не было, креста тоже. Это был человек, настоящий великолепный образец человека. Хорошо, что итальянские обыватели его не видели. Они были бы изрядно разочарованы. О том, что было в Италии после полета Чехновского, я не знаю. Я уехал накануне этого замечательного дня. Когда я уезжал, надежды на спасение группы Вильери были потеряны. Вся Италия играет в лото. В государственное, так сказать, всенародное лото. Еженедельно, по субботам, в вечернем выпуске всех газет, появляются пять цифровых комбинаций. Каждая комбинация соответствует одному из пяти городов – Риму, Милану, Турину, Флоренции и Неаполю. В каждой комбинации пять однозначных или двухзначных цифр. В течение целой недели тысячи специальных государственных контор принимают ваши лиры и закрепляют за вами указанные вами цифровые комбинации. Вы можете играть на два числа по всем городам. Тут есть кое-какие шансы на выигрыш, но выигрыш очень мал. На лиру – лир 60. Можете играть на два числа по одному городу. Если вы поставили, положим, лиру на 8 и 56 по Флоренции, и если эти цифры явились первыми в цифровой комбинации именно во Флоренции, вы выигрываете лир 200. Но шансов на это очень-очень мало. Затем вы можете играть на три, четыре или пять чисел по всем городам или по одному в отдельности. Угадавший, например, пять чисел по одному городу выигрывает на лиру миллиона полтора. Но таких случаев, кстати, до сих пор не было. Еженедельно по городу расклеиваются афиши с портретами нескольких счастливцев, выигравших по 50-60 тысяч лир. Ну, в общем, обыкновенная девятка, грабительница, польский банчок или штос по сравнению с итальянским гослото – верное средство разбогатеть. Итальянцы играют. Лира – не деньги, но зато сколько надежд. Каждую субботу обыватель ждет, волнуется и вырывает из рук газетчика вечерний выпуск. Есть игроки по вдохновению. Они быстро входят в контору и, не задумываясь, называют первые попавшие на язык цифры. Есть специалисты, играющие по сложным, выработанным годами упорного труда таблицам. Проигрывают и те, и другие с легкостью необыкновенной. Ну и черт с ним, говорят они. Лира – не деньги, но зато... И ровно через неделю одни по вдохновению, другие по таблицам идут в контору, платят свои лиры и называют цифры. Правительство, как говорится, не щадя затрат и всецело идя навстречу, решило успокоить мучения игроков и ввело в каждой конторе толстые справочные сонники. Вам больше не нужно гадать, не нужно составлять трудных таблиц. Вам необходимо только почаще видеть сны и хорошенько их запоминать. Правительство любит заботиться о благополучии граждан. Вот солидный плешивый обыватель с женой. Они добросовестно перелистывают сонник. Он видел во сне граммофон, который играл Джовенецу. Вместо иголки в мембрану была почему-то вставлена сардинка. Жене приснились какие-то ангелочки, которые летали по кухне. Один из них попал в духовой шкаф и там превратился в лангусту. Страницы толстой книги приманчиво шелестят. Не унывай, Лолиточка, государство нам поможет. И точно. Слово граммофон обозначено цифрой 11, мембрана цифрой 83, сардинка 67. Жена тоже удовлетворена. Ангелочки идут под цифрой 38, кухня 13 и лангуста 24. Яснее ясного. Остается только определить город, и денежки можно считать в кармане. Ну и этот вопрос при правильной постановке дела разрешается безболезненно. Где живет мой Шурин Никола? В Неаполе или не в Неаполе? В Неаполе? Факт, факт. Ставлю на Неаполь. А где живет твоя мамаша? В Турине или не в Турине? В Турине. Ясно как кофе. Ставим на Турин. Муж подходит к конторщице и шепчет номера. Конторщица берет две лиры, записывает цифры, выдает квитанцию и любезно улыбается. Желаю вам счастливой игры. Надеюсь, сеньор, если вы выиграете полмиллиона, вы меня не забудете? О, как можно. Добрая сеньора может быть спокойна. Пять или даже пятнадцать, да что там, пятьдесят тысяч считайте в своем кармане. И пара, тяжело переступая порог и потом направляясь к трамвайной остановке, нисколько не сомневается в выигрыше. А в конторе уже новые люди роются в соннике, ищут слово «лошадь» и выслушивают от конторщицы невинные просьбы о подарке в шестьдесят тысяч лир. Среди конторщиц «лото» упорно держится явно вздорный слух о каком-то чудаке, выигравшем триста тысячи, подарившем барышне-продавщице тысячу лир. С тех пор конторщицы обращаются с просьбой не забывать ко всем игрокам. На всякий случай. Недавно в Неаполе появился пророк. Сначала о нем носились темные неясные слухи. Передавали, что пророк предрекает совершенно точные цифры. Говорили, что цифры эти он сообщает кому угодно. Сообщения о пророке появились в газетах. Писали, что пророк никогда не ошибается. Называли людей, которые неизменно выигрывают, ориентируясь на пророковые данные. И вот какому-то шустрому репортеру удалось выпытать у пророка очередные цифры, которые совместно с портретом святого появились в газетах. Пророк сообщил только две цифры по всем городам. Государственные конторы не успевали выдавать квитанции. Сонники покрывались пылью. Суббота приближалась. Цифры выиграли. Ну, платили, правда, немного, но слава о великом пророке из Неаполя облетела всю страну. Началась новая неделя. Что скажет пророк? Этот вопрос так сильно волновал обывателей, что на время заслонил очередной маскарад принца Умберта, очередной автомобильный рекорд и очередную речь вождя, начинающуюся словом «римляне». И пророк оправдал возложенные на него надежды. На этот раз он назвал пять цифр по одному городу. Одна лира, поставленная на эти цифры, должна была принести миллиона полтора. Но в эту неделю государственные конторы повысили минимальную ставку до пяти лир. Улицы были наводнены публикой, у контор ввелись пышные хвосты, полиция сбилась с ног. Лиры вливались широкими потоками в подвалы казначейства. В среду ажиотаж дошел до апогея. Ставки были увеличены. Весь четверг и всю пятницу бойко торговали барышники. Казалось, знойный субботний день никогда не кончится. Любители подсчитали, что если выиграют цифры пророка, Италии придется сделать внешний заем, равный десяти золотым запасам Уоллстрита. Вечерние выпуски газет вышли в удесятеренном тираже. Цифры пророка не выиграли. Неаполитанцы — народ экспансивный, пророка решили бить. Но привести в исполнение этот энергичный план не удалось. Дом пророка был своевременно оцеплен карабинерами, И пророк под защитой дюжих парней во фраках и треуголках тихо уехал в автомобиле. О пророке никто больше ничего не слыхал. Пророк смылся. Долго не мог успокоиться итальянский обыватель. Но потом жизнь вошла в привычную клею. Появились сенсационнейшие сведения о новой монете, Приобретенной королем нумизматов Виктором Эммануилом. И вождь сказал новую речь, начинающуюся словами «Римляне». Энтузиаст Вы не знакомы? Это наш первый говорун. Краса и гордость наших скромных семейных вечеров. Инженер. И какой? Мы зовем его энтузиастом. Хотите познакомиться? С этими словами хозяин вечеринки указал мне на тощего гражданина в простых очках без оправы, Который только что выпил рюмку водки и с гримасой отвращения пытался поймать вилкой скользкий грибок. Еще бы, — сказал я, — что может быть приятнее знакомства с энтузиастом? Ведь нынче в энтузиастах большая потребность. Нас познакомили. Наоборот-ка, — сказал инженер, проглотив грибок, — по имени и отчеству Иван Альбертович. Впрочем, не люблю я этих имен и отчеств, подхалимством отдает, не правда ли? Пожалуй, — заметил я. Вот видите, вы со мной согласны. Гораздо лучше и приятнее называть малознакомого человека по фамилии товарищ Наоборотко, а хорошо знакомого по имени товарищ Иван, верно? Я согласился и с этим. Через пять минут мы с инженером Наоборотко уже вели задушевную дружескую беседу, как будто были знакомы по крайней мере лет десять. — Химия, — говорил Наоборотко, — великая вещь — химия. Сейчас, когда этому роду промышленности уделяется такое внимание, можно смело сказать, что химия — это наше будущее. — А вы разве химик? — спросил я. Мне казалось, нет, по образованию я горняк, но служу в химсиндикате. И, признаться, нисколько не жалею об этом. Известно ли вам, что без химии, черт распобери, не может обойтись ни одно производство? — Химия — это... Нет, вы не знаете, что такое химия. Лицо Наоборотко осветилось восторженной улыбкой. — Я, видите ли, немножко энтузиаст химического дела, — скромно сказал он. — Сейчас мы заняты проектированием замечательного химического завода, и я весь горю этой работой. Но вам, вероятно, неинтересно слушать. — Ну, что вы, напротив? Мы проговорили с Наоборотко весь вечер. — Называйте меня просто товарищем Иваном. Не люблю я этих мелкобуржуазных отчеств, — сказал Наоборотко, прощаясь. — Да, это человек, — думал я, возвращаясь домой. — С таким человеком наша химия будет процветать. — Не узнаете? Забурели? — Я оглянулся. Передо мной стоял инженер Наоборотко. — Ба, товарищ Иван, рад вас видеть. Знаете, наша первая встреча произвела на меня большое впечатление. Я всю ночь не спал. Так вы говорите, ни одно производство не обойдется? — Ни одно, — воскликнул Наоборотко. — Во-первых, подвоз сырья. Во-вторых, вывоз продукции. Попробуйте, обойдитесь. — Простите, я что-то не совсем вас понимаю. Причем тут подвоз и вывоз? Наоборотко расхохотался. — Да что вы, ребенок, что ли? Ведь даже младенцу известно, что ни одно производство не может обойтись без железнодорожного транспорта. Какого транспорта? — Транспорт — это... Нет, вы не знаете, что такое транспорт. Я, видите ли, немножко энтузиаст железнодорожного дела. Но вам, вероятно, неинтересно слушать. — Помилуйте, — прибормотал я. — Что вы? Я попрощался. — Транспорт был в верных руках. Это было ясно. Я встретил наоборотко в вагоне дачного поезда. Зимою, как известно, в дачных поездах народу мало, ехать скучно, и всякая встреча радует. — Вы в Москву? — спросил я. — В нее, в матушку, — ответил он. — Пыхтите? Я загудел, подражая паровозу, и задвигал локтями. — Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. — Ту-ту-у! Он радостно расхохотался. — Ну, а как ваша ветка? — спросил я. — В огне энтузиа... Вот вы шутите, — строго сказал он. А я вам скажу совершенно серьезно. Вы срываете ветку, бросаете ее в огонь, она горит. Хорошо ли это? Какой же негодяй позволит себе сжигать целую ветку? Какой? Какой? Тысячи негодяев! Миллионы! Наоборотка вскочил со скамейки и схватил меня за воротник пальто. Рубят ветки, рубят деревья, жгут их, как варвары. Как какие-то людоеды. И из-за чего? Из-за невежества. Ведь лесоистребление бессмысленно, жестоко. В то время, когда есть такое чудесное топливо, как торф. Торф! Торф! Знаете ли вы, что такое торф? Я проектирую сейчас грандиозные торфоразработки, которые... А транспорт? Грустно спросил я. Ведь вы же служили в НКПС. «Ай, скопище бюрократов!» — воскликнул он. «Бездушные люди! Не говорите мне о них! К тому же дикие склочники!» Но вот торфопром — это нечто потрясающее. Размах гигантский. Скоро ни один вид производства не сможет обойтись без торфа. Ведь торф — это... Недавно я отправился в Древтрест для получения кредита на новую мебель. Я долго подписывал какие-то бумаги, расписывался в толстых книгах и бродил от стола к столу. Осталось поставить окончательную резолюцию. «К кому обратиться?» — спросил я. «Идите в комнату номер шестнадцать, к товарищу Наоборотко». Я пошел. В комнате номер шестнадцать никого не было. «Где же товарищ Наоборотко?» — спросил я у первого служащего. «Как? Разве его там нету?» Служащий пошел вместе со мной. Комната была пуста. «Хм, странно», — сказал служащий. «Он только сегодня утром поступил к нам в качестве заведующего отделом. «Марья Антонна, вы не видели товарища Наоборотко?» Курьерша остановилась. «Товарища Наоборотко?» — спросила она. «Это новенького-то?» «Ну да. Того, который кричал сегодня утром, что без мебели не может обойтись ни одно учреждение. Тощий такой, в очках». «А-а-а! Вы разве не знаете? Ведь он только что перешел в трест цветных металлов. С Федором Петровичем не поладил. За ним им машину трестовскую прислали. В этот же день вечером я встретил Наоборотко в театре. «Кажется, на этот раз я не ошибусь, если скажу, что вы служите в тресте цветных металлов», — воскликнул я. «А вот и не угадали», — ответил он. «Я ушел от них. Гады! А служу я!» В это время раздался третий звонок. Публика ринулась по местам. Боясь пропустить действия, побежал в зрительный зал и я. Свет погас, дали рампу. Перед занавесом появился Наоборотко. «Товарищи», — сказал он звучным голосом, — «театр — великая вещь. Сейчас, когда этому виду искусства уделяется такое внимание, я, как новый директор театра, не могу не сказать, что ни один вид промышленности не может обойтись без этого вида искусства. И я занят сейчас проектированием нового вида театрального действа. И надеюсь, что все вы, представители советской общественности, рука об руку...» Гром аплодисментов покрыл речь нового директора. Если вам нужно утеплить и отделать лоджию, положить ламинат, устроить подиум в квартире, смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона, установить дверь-купе, произвести другие отделочно-строительные работы, то вы можете сделать заказ по телефону 8903-689-3623.